Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Рекордные 30 тысяч чебоксарцев в шестой раз поддержали акцию «Бессмертный полк». Как это было? Новый майский указ. Поручения президента страны обсудили на еженедельном совещании правительства Чувашии. Какие цели на ближайшие шесть лет? Вливание в молоко в Чувашии реализуют инвестиционный проект по строительству молочного комплекса. Когда ждать первых надоев? Поручения президента региональным властям о исполнении бюджета обсудили члены правительства. Сегодня глава республики провел очередное заседание Кабинета министров. Подробнее Дмитрий Ковалев. Перед тем, как обсудить вопросы повестки дня, члены правительства подвели итоги прошедшего праздника. 9 мая все службы сработали слаженно, а серьезных ЧП допущено не было. В республике подсчитали и точное количество участников акции «Бессмертный полк». Только в столице региона с портретами своих героев прошли свыше 30 тысяч человек. Участвовало по всей территории Чувашской республики 94 802 человека. Это по официальным данным МВД. Это, конечно, очень значимо, масштабно, потому что за этим мероприятием следит весь мир. И все страны, которые нам предъявляют санкции, и государственные деятели, и политические деятели. К заседанию Кабмина по видеосвязи подключили и глав муниципалитетов, чтобы обсудить очередной майский указ. В этом документе президент страны определил приоритетные цели на шестилетний период. В числе задач развития малого бизнеса, улучшения жилищных условий, создания высокопроизводительных рабочих мест. 12 основных национальных проектов или программ, которые четко обозначены в указе. Для реализации правильных проектов нужны на самом деле идеи, инициативы. А для этого нужно вовлечь и общественные организации, и членов своих советов. Правительству дано поручение до 1 октября текущего года внести. А для этого правительство Российской Федерации будет работать с субъектами Российской Федерации. Члены правительства обсудили и грядущий рост тарифов на перевозки пассажиров и багажа. Цены за проезд не поднимутся выше 10 копеек за километр. В пригородном сообщении при оплате проезда наличными денежными средствами 2 рубля 72 копейки. При оплате проезда картами для безналичного расчета оплаты проезда составит 2 рубля 17 копеек на 1 километр. Основанием для пересмотра тарифов явилось соответствующее обращение ГУП Чуваши Автотранс, Минтранса Чуваши. Предложение госслужбы по тарифам утвердили. Задача не допустить шквального роста стоимости проезда на маршрутах, которые правительство не регулирует. На повестке Кабмина и исполнение бюджета доходы выросли почти на 12%. Львиная доля, казны, налоги на прибыль. По 21% к аналогичному периоду прошлого года связано с налоговыми проверками разовое поступление, цены 587 миллионов рублей. Но есть и резервы. Бюджет недополучил большую сумму налогов от организаций, исполняющих госконтракты. Сейчас в тени скрываются бизнесмены, которые проводят дорожные работы. За три года мы показали организации, которые получили на 364 миллиона заказов в дорожном фонде, при этом ни одного рубля налог не заплатили. Мы сделали анализ по другим компаниям. Эти компании уже все являются платящими, то есть зарегистрированы на территории Чувашской республики. И при этом объем выполненных работ этими компаниями 718 миллионов рублей. И при этом они заплатили всего-то налогов на 17 миллионов. Уклонистам от уплаты налогов спокойной жизни не обещают. В Минфине намерены проанализировать платежи по всем муниципальным контрактам. Должники рискуют попасть в черные списки. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. И в продолжении темы о подписании майского указа президента. Его обсуждают представители разных сфер. Приоритеты определены. 12 приоритетных проектов, в том числе здравоохранение. Одной из основных, наверное, задач это увеличение численности населения Российской Федерации, устойчивости численности населения Российской Федерации, но и увеличение продолжительности жизни. К 2020 году мы обновим каждый третий фельдшерский акушерский пункт. По онкологическим заболеваниям, если смотреть, то в этом году мы введем строй для того, чтобы увеличить доступность качества диагностики, центр ядерной медицины. Очень много говорится о том, что мы должны сделать технологический прорыв в плане того, что новые современные методы преподавания, как в начальном звене, в среднем звене, большое внимание уделяется урокам технологии, основания которых, естественно, у нас будут формироваться те кадры, которые нужны сейчас для цифровой экономики. И, конечно, дальнейшая модернизация системы профессионального и высшего профессионального образования. Вот эти основные направления, наверное, ляжут в основу тех дорожных карт, которые будут разработаны на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне Министерства Венск. В указе говорится о том, что мы должны внедрить национальную систему профессионального роста педагогических работников. Не меньше, чем 50% всех учителей в Российской Федерации должны пройти через эту национальную систему профессионального роста. То же самое мы будем наблюдать и в Чувашской Республике. Мы, деятели культуры и искусства нашей республики, как регион Российской Федерации, Чувашия, конечно, безмерно рады тому, что есть совершенно ясные и понятные задачи, которые ставят перед деятелем культуры и искусства, перед музыкальным исполнителем в целом. Есть основная линия в целом в культуре нашей республики, культуре, конечно, пространства России. Это целенаправленная такая вот именно подготовка национальных кадров в первую очередь. И отсюда это очень высокое исполнительское мастерство профессиональных наших коллективов, потому что мы обращены в целом к народу. Реализация указов президента Российской Федерации – это логичное продолжение той работы, которая проводилась последние 10 лет, строительство спортивных объектов, привлечение жителей, населения страны к регулярным занятиям физической культуры и спортом. И главная задача, которая ставится президентом страны – это не менее половины жителей страны должны быть привлечены к занятиям физической культуры и спортом. Это задача, показатели эти, они у нас в республике выполняются. К 2024 году у нас показатели должны дойти до 50%, и будем полномерно к этому двигаться. Жители и население республики хотят заниматься физической культурой и спортом, укреплять свое здоровье. Помним сердцем. В Чебоксарах прошел торжественный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Черный и оранжевый и красная площадь окрасилась в цвета Победы. 9 мая – особенный день для каждого жителя нашей республики и страны. День вечной памяти, глубокого уважения и бесконечной благодарности. День Победы – родной и священный праздник для каждой семьи. В нем соединились торжество и радость, гордость и скорбь. Мы никогда не забудем, какую высокую цену заплатил наш народ за мир на земле. Сегодня в Чувашии проживают 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 13 400 тружеников тыла. Мы искренне рады, что можем пожать им руку. Низко поклониться и от всего сердца поблагодарить за мирное небо над головой. О том, как ковалась Победа и каких, порой, нечеловеческих усилий это стоило, хорошо помнит Иван Никитин. Мальчишка, он работал в колхозе. Я работал честно, попросился и понял, что стал сооружать. Мы его сейчас убрали, убрали, молотили. Зинаида Соловьева – 10-летняя девочка и попала в концлагерь в немецком времени на три года. Я люблю этот праздник. В этот день насузников американцы в 8 вечера освободили, а в 9 утра русским передали. Это мое второе день рождения. Не могу вспоминать, иначе давление поднимется. Тяжело вспоминать. Не дай бог никому. В честь Дневеликой Победы по Красной площади маршин прошел сводный полк Чебоксарского гарнизона. Открыли военный парад барабанщицы детской полицейской академии. Школьники, кадеты, юнормейцы, сотрудники силовых ведомств. В едином строю прошли 20 парадных расчетов. Перед вами ветераны Чувашской республиканской общественной организации «Пограничное братство» во главе с председателем Шорниковым Анатолием Борисовичем. Следом по Красной площади проехала военная техника и боевые орудия. Внедорожники «ГАЗ-69», мотоциклы «72», зенитные расчеты, легендарные «Катюши» и танки Т-34. Яркое дополнение парада – показательные выступления сотрудников СОБР и ОМОНа, а также парашютистов. Их отчетливо было видно в небе – чистом, синим и мирном. В небе, за которое так отчаянно и мужественно сражались наши деды и прадеды, и за которые мы благодарны им по сей день. Бессмертный полк в Чебоксарах собрал в этом году рекордные 30 тысяч чебоксарцев. День победы истории от детей, внуков и правнуков победителей слушала наша съемочная группа. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Эти слова песни из фильма «Офицеры», думаю, объясняют, почему бессмертный полк стал новой традицией Дня Победы. Если смотреть в масштабах страны, то количество россиян, которые поддерживают акцию, измеряется миллионами. Ну а в Чебоксарах второй год подряд колонны бессмертного полка формируются около национальной библиотеки. За каждым портретом человеческая судьба. Мой отец, он всю войну прошел, Павел Федор Павлович, он отличием закончил школу в 18 лет. С прощального вальса школьного он ушел на фронт в 18 лет. Первый орден Красной Звезды он получил в 19 лет за то, что он там написано. Мы нашли в архиве под непрерывным ружейно-пулеметным артогнем противника. Лично исправил семь прорывов связи, тем самым обеспечил успешное выполнение боевой задачи. Это пилотка, которой он вернулся с фронта. Мы бережем. Это моя мамочка Валентина Николаевна Маркелова. Она прошла в составе 139-й стрелковой дивизии, которая здесь формировалась. В 1941 году она ушла добровольцем. Прошла медсестрой, медсанбатей до Берлина. И расписалась там на Рейхстаге. Мы победили. А это папа, это муж Валентина Николаевна Маркелова, он участвовал во всех самых страшных битвах. Для него война началась в 4 утра, потому что он как раз еще служил армию. И возле Брестской крепости началась его страшная война. Мама Валерия Филиппова, будучи беременной, им смогла выбраться из блокадного Ленинграда по дороге жизни. Чуть не утонула она при бомбежке со мной. Поэтому я спасатель. Веду здесь на пенсии общественной организации спасания на водах республики. Когда колонна начинает движение, кажется, что она бесконечна, что вышел весь город. Это мой прадедушка по линии мамы. Из таких вот ярких историй можно вспомнить, как они наступали, и не было автоматов. И когда одну и ту же винтовку передавали между тремя ребятами, одна была винтовка на троих. И, конечно, когда вот это вспоминаешь, почему тоже это сподвигло выйти. У главы Чувашии Михаила Игнатьева в этот день плотный график, но его отец тоже в полку. Это мой отец, Василий Игнатьевич Игнатьев. Он участником войны, был в военно-морском флоте. Возил и боеприпасы, и продовольствие. По дороге жизни Ленинград поставлял продовольствие. Он после войны уже был инвалидом, раненый. Молодые годы, 54 года, ушел. Поэтому акция «Бессмертный Бог» всех поднимает по велению сердца, по велению души. Это говорит о чем? Это говорит о том, что близкие родственники помнят своих отцов, дедов, прадедов. Это очень важно для воспитания молодого поколения. Россия – непобедимая страна. 18-летняя мисс Россия Юлия Поличихина своего прадеда живым не застала. Но его историю в семье хранят. Он живила 9 мая 1945 года. Он сидел в своем автомобиле, он был водителем. И объявили, когда по радио, что он победа. Катрий побежал к своим служителям, к своим друзьям, сообщил об этой победе. И его друзья просто подняли наверх, на руки и поздравляли. В репортаже про «Бессмертный полк» самое сложное – остановиться. Рассказать хочется про каждого, кто смотрит на нас с этих фотографий. Но это невозможно. Если бы мы дали хотя бы по минуте каждому участнику, наш репортаж длился бы без перерывов 417 часов. Почтить память победителей 9 мая пришли тысячи жителей города Химиков. В Новочебоксарске сегодня проживают 53 участника Великой Отечественной войны. Им всем за 90 лет. Тамара Ивановна два года была в Германии в концлагере. С 43 по 45. Ее и других узников освободили наши солдаты. Сегодня она радуется победе со слезами на глазах. Я поздравляю всех участников войны с Днем Победы. Желаю им крепкого-крепкого здоровья. Чтобы дети и внуки их любили и поздравляли, и не забывали никогда. Помогали во всем. Счастья вам и здоровья. Ветеран-фронтовик, связист артиллерийского гвардейского полка Георгий Барков вспоминает День Победы 1945-го. Он встретил его в госпитале. До сих пор носит под сердцем осколок. Победа далась очень дорогой ценой. Каждая семья в стране пережила боль тяжелых утрат. В годы Великой Отечественной войны более 208 тысяч уроженных фашистов. Бронить фашистами. Война оборвала жизнь более 100 тысяч наших земляков. То есть каждый второй не вернулся в родные коля. Страшная война унесла миллионы жизней. Из 13 деревень, на месте которых в послевоенные годы начал строиться Новочебоксарск, около тысячи воинов ушли на фронт. 765 из них погибли. Их мужество, героизм и отвагу город помнит и гордится. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы Великой Отечественной войне. 9 мая, день победы, священная дата для каждого россиянина. День национальной гордости и воинской славы Великой России. В этот день мы чествуем ветеранов. Всех, кто не щадил себя в воене победы. Защищал родную землю на полях сражений. Мужественно выстоял блокаду. Беззаветно трудился в тылу. Поднимал страну и другие в послевоенные годы. Под знамя победы! Верно! Знамя победы внести! Сколько бы ни прошло времени, память о подвиге защитников Родины навсегда останется в сердцах людей. Они стали примером для молодого поколения. Действительно, день победы – это праздник, особенный для каждого человека в нашей стране. В этот день мы вспоминаем и чтим тех, кто подарил нам возможность жить, учиться, радоваться нашей жизни. Эта память делает нас частью единого народа, гражданами нашей великой страны. Ведь, как известно, без прошлого нет будущего. Для меня большая честь сегодня оказаться здесь с нашими дорогими ветеранами, которые заслуживают большого уважения и почета. В 1945 году была в Великобритании на нацистской Германии. И сегодня в эти день там, где точно много ветеранов. И они на нас смотрят. Надеюсь, что мы станем хорошим поколением, которые также смогут все сделать и допустить большую войну в мире. Сегодня мой папа маршрут МЧС. Я горжусь своим папой. Поздравляю всех с Днем Победы. Сегодня мы не просто чтим память победителей, но и готовы защищать нашу родину от любой угрозы. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. С Днем Великой Победы! С Днем Вечной Славы нашего народа! О том, как отметили главный праздник в районах Республики далее. В Алатаре 9 мая возле обелиска воинам-землякам погибшим в годы войны состоялся памятный митинг. А на площади перед зданием администрации города парад юнормейцев. И, конечно, по главной улице Алатаря прошел бессмертный полк. С каждым годом желающих пройтись в едином строю становится все больше. В этом году в акции приняли участие две с половиной тысячи алатарцев. День Победы для канажцев начался с возложения цветов к братским могилам умерших в госпиталях. А на центральной площади Канаша состоялся торжественный митинг. В памяти павших будем достойны. Торжественным маршем прошли колонны подразделений юнормейцев учебных заведений города. Следом за ними на площадь вышел бессмертный полк. В Шумерле накануне Дня Победы прошел четвертый по счету республиканский смотр-конкурс кадетских и военно-патриотических формирований. Здесь собрались более 440 участников со всей Чувашии. Кадеты исполняли строевые песни, разбирали и собирали автомат Калашникова, показывали свои знания о истории русского воинства, соревновались в ловкости, силе и выносливости. Победителем смотра конкурса «Салют Победы» жюри признала команду из Маргаушской средней школы. Вместе с кубком, дипломом и подарком ей вручили переходящий приз от сынов Отечества – меч. А это значит, что маргаушцы представят Чувашию на всероссийском смотре-конкурсе в Москве. Празднования Дня Победы завершились, но мы продолжаем рассказывать о тех, кому обязаны мирным небом. Героиня нашего сюжета – Александра Киселева, ветеран войны и труда. Александра Матвеевна с 45 лет проработала врачом. Накануне праздника коллегу навестил министр здравоохранения Чувашия Владимир Викторов. Чем, как не главной победной песней честовать ветеранов войны? Для Александры Матвеевны гости исполнили День Победы под аккордеон. Сама же ветеран войны и подпевала, и даже пританцовывала. Сейчас Александре Киселевой 95 лет и за плечами огромный опыт. В 19 лет она ушла на фронт, ее определили в запасной полк связи города Кандалакша. Там обучили на радио телеграфиста и отправили на Карельский фронт. С того времени в памяти ветерана много разных историй, которые она рассказывала своим детям. Когда они уже начали служить, ее поставили старшиной, этих девушек, радисток, новобранцев, которые уже выучились, пришли в 1361 отдельную радиороту. И вот они, значит, иду там в Карелии, там вот морожка растет осенью, говорит, да. И вот нам, говорит, так охота, а нельзя. И мы, девчонки молодые, мы, говорит, увлеклись. И я говорю, девчонки, рвите морожку. И все пошли рвать морожку. Вот нарвали, увлеклись, забыли, что фронт, что тут немцы рядом, финны, наши противники рядом, да. И, короче, ее на губтвахту отправили за это. Вот она просидела на губтвахте, и она стала такая дисциплинированная после этого. Она это вспоминает. Старшина радио-телеграфист первого класса. Добиться высоких результатов Александре Матвеевне помогли отменный слух и хорошее чутье. Понимаете, радист – это не на передовой. Радист, он сидит недалеко от штаба или где-то идет тайно, секретно скрывается где-то у передовой и ищет в эфире, радиоэфире, ищет свои позывные. И вот она говорит, очень много было немецких таких вот позывных, которые вот хотели нас, говорит, обмануть, дезинформировать. Они подстраивались под наших, но она говорит, я всегда узнавал чужих. В семейном архиве хранятся награды Александры Матвеевны – медали за победу над Германией, за боевые заслуги, за победу над Японией, ордена Отечественной войны второй степени и красной звезды. Написано в наградном листе, что трое суток без перерыва, она без замедления передавала указания руководства командования 25-й армии. После войны Александра Киселева решила посвятить жизнь медицине. Окончила Казанский институт и пошла работать педиатром в детскую поликлинику. 45 лет лечила детей. Это самый достойный пример для молодых докторов и студентов, выбравших медицину. Заметил министр здравоохранения Владимир Викторов. Юлия Важейна, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Чувашский филиал Россельхозбанка начал выдачу льготных инвестиционных кредитов. Первыми получателями стала агрофирма «Альдеевская» и «Коминтерн». Оба предприятия уже приступили к реализации проектов по строительству молочных комплексов. Сегодня состоялось подписание кредитного договора. Льготное кредитование сельхозпредприятий – долгожданная форма поддержки для агрария. Она появилась в начале 2017 года и позволяет направлять целевые средства банкам напрямую из федерального бюджета. Отсюда специальные ставки по кредитованию для аграриев – не более 5%. Писали с Россельхозбанком два первых кредитных договора на 180 миллионов рублей и на 95 для реализации двух животноводческих комплексов на 400 голов и на 600 голов. Для республики это очень важно, инвестиционные проекты и создание рабочих мест важно, и все остальные управления – повышение производительности труда и увеличение валового объема. В этом году в Чувашской республике 116 инвестиционных проектов будет реализовано, из них 25 инвестиционных проектов с поддержкой банков. В течение этого года всего планируется освоить более 3 миллиардов рублей на развитие сельскохозяйственных предприятий республики. Первый только реестр одобрен, инвестиционный. Мы так рады, что все наши 15 проектов, которые вошли в наших реестрах, они все одобрены. Но мы решили начать именно сегодня с двух предприятий – это Альдеевская и Коминтерн. Почему? Как говорится, с легкой руки, как вы сказали, Игорь Иванович. Мы так всегда, даже в начале года, всегда стараемся первые договора заключить с партнерами, которые никогда не подводили, и в данных проектах, мы надеемся, тоже не подведут. Агрофирма «Альдеевская» многие годы занимает лидирующие позиции в производстве молока и сельхозпродукции. Успешное предприятие должно развиваться дальше, ведь препятствий становится все меньше, благодаря государственной и инвестиционной поддержке. Раньше нам банк давал проценты 13-15, был даже один у нас кредит и под 17%, потому что надо было двигаться вперед. А потом только нам субсидии приходят в течение долгого времени. Бывали задержки, до 20 миллионов бывало, что не возврат субсидий, потом, правда, возвращали. Для традиционных сельскохозяйственных предприятий очень непосильно, некоторые даже просто не смогли выжить. Потому что надо было такие проценты платить, и в прошлом году такое решение провести, это было просто счастье. Мы платим только ту часть оставшуюся за вычетом субсидий процентной ставки. И под 2,5-3% вот это кредиты, они просто на уровне Европы. На территории агрофирмы уже ведутся работы по созданию второго молочного комплекса общей стоимостью 230 миллионов рублей, 180 из которых льготный инвестиционный кредит. Планируется возвести современный коровник, доильно-молочный блок, родильное отделение, другие сооружения. Завершить строительство намерены в ноябре этого года. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика. Чувашских спортсменов-зимников поздравили с успешным окончанием сезона. Они участвовали практически во всех крупных российских и международных соревнованиях. 2017 год действительно был сложным годом, и тем заслуги наших спортсменов становятся еще выше. Успешнее всего этот сезон сложился для девушек. Впервые в истории сразу две представительницы Чувашии выступали на зимних Олимпийских играх. Однако сами спортсменки результатами стартов остались недовольны. Хотелось бы лучше. Считаю, что недостаточно хорошо выступила. Конец сезона, конечно, у меня прошел довольно не так удачно. Я заболела. Пришлось с температурой не тренироваться, пропустить много тренировок. Это очень сильно повлияло. Я потеряла форму, и уже нужно было время, чтобы заново набрать ее. И поэтому пришлось, можно сказать, раньше чуть закончить соревновательный именно период. А так сезон прошел для меня. Я очень рада, что вообще у меня была такая возможность участвовать на Олимпийских играх, потому что для меня это такой большой опыт. 18-летняя Кристина Кускова взяла серебро на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров. Я считаю, что этот сезон прошел очень удачно, потому что это был мой первый сезон в составе сборной России по лыжным гонкам. Сейчас спортсмены отдыхают, однако уже с середины мая начнутся сборы и подготовка к следующему спортивному сезону. Таковы новости четверга, 10 мая. А я прощаюсь с вами до завтра.